Здравствуйте, с вами Марина Рыкальна, вы на канале Семена Партнер. Присоединяйтесь, говорить будем о перце. Я начну со своих любимых перцев. В этой грядке растет всего 7 растений. Если вы смотрите мою программу, то видели, что на прошлой неделе я сняла отсюда большой ящик с перцем. Посмотрим, что на этой. Здесь растет 3 гибрида. Ламуя, Лосанто и Алар. Лосанто это просто бесподобный перец. А это гибрид партнер, тоже один из моих любимчиков. Плоды у него вкусные, толстостенные и очень увесистые. Еще один таз спелых увесистых перцев. И в такой спелости они, конечно же, гораздо вкуснее, нежели зеленые плоды. Несмотря на то, что я еженедельно собираю с этой грядки целый ящик спелых перцев, на куста остается еще приличный урожай. Мои перцы хорошо зреют уже начиная с июля. И со сбором я пока повременю, потому что у нас обещают хорошую и теплую погоду. Что касается перца, то вы задаете всегда два вопроса. Почему ваши перцы вообще не созревают на корню? И вопрос, если вы их сняли зелеными, как их дозаривать и возможно ли это? Я высаживаю в грядке рассаду довольно взрослую. Приблизительно 80, а то и 90 дней. Поэтому даже средне-спелые и поздние сорта у меня всегда вызревают. Перцы культура теплолюбивая. Поэтому я высаживаю рассаду исключительно под нетканный материал. Под открытое небо я рассаду болгарского перца никогда не сажаю. Это ошибочное мнение, что перец любит большое количество солнечного света. Под прямыми лучами растения горят. Они не вырастают вот такими высокими, как у меня на грядке. Они у меня сейчас уже полтора метра. И все это благодаря тому, что они растут под нетканым материалом. По своему опыту могу вам сказать, что под нетканым материалом результаты даже выше иной раз, чем в теплице. В теплице, в жару идет стресс. Высокие температуры иногда не способствуют хорошей завязываемости. Если у вас не ладится с погодой который год, то, наверное, не стоит обращать внимание на самые толстостенные и огромные гибриды. Попробуйте высадить супер-ранние гибриды Веста или Рыгор. С ними, как правило, проблем не возникает. С них можно даже по два урожая снимать за один сезон. Ваши перцы будут созревать плохо, если у вас кислая почва. В этой ситуации питание просто не может толком усвоиться. Большое значение имеет влажность почвы. Перцы не любят перелив, но и пересыхание грунта они вам не простят. В идеале там всегда должно быть умеренно влажно, поэтому идеальный вариант это мульчирование. Вы должны знать, что перец начнет созревать через 20-30 дней после того, как плод достигнет своих заявленных максимальных размеров. Поэтому зачастую действительно просто не хватает времени для того, чтобы они хорошо окрасились. Что касается острого перца, я, например, выращиваю в кашпо флорентина, чтобы не сажать перец к сладким в общую грядку, боюсь, что переопылится. Собирать горький перец нужно исключительно в красном, то есть поспевшем виде. Мы собираем хороший урожай, и, конечно же, перца хочется сохранить, чтобы как можно дольше употреблять их в свежем виде. Полностью вызревшие плоды хранятся в холодильнике не более двух недель. Причем толстостенные будут храниться хуже, нежели перцы, которые имеют более тонкую стенку. Вот, например, лосанта в холодильнике будет храниться дольше. Прежде чем отправить перцы на хранение, у них в обязательном порядке нужно срезать плодоножки. Не оставляйте их слишком длинными. Для хранения нужно отобрать плоды, которые не имеют признаков повреждения. То есть посмотрите, чтобы не было дырочек от вредителей. Далее складываем плоды в целлофановый пакет. Плоды должны быть сухими. И пакет плотно закрываем. И таким образом при температуре 2-4 градуса спелые перцы несколько недель могут лежать в холодильнике. Если погода вдруг испортилась, обещают заморозки, то, конечно же, деваться некуда. И мы начинаем снимать плоды в технической спелости. Если плод достиг своих максимальных размеров, то в технической спелости он может храниться аж целых 2 месяца. Главное соблюсти ряд условий. В данной ситуации перцы ни в коем случае нельзя класть в целлофановые пакеты. Они быстро начнут гнить. Их нужно положить в бумажные пакеты. Пакетик нужно закрыть степлером. И храниться в обязательном порядке. Они должны при температуре 9-11 градусов. Это немного выше, нежели в холодильнике. У меня, например, есть беседка, где сейчас как раз такая температура. То есть в течение месяца-полутора я уверена, что они там будут прекрасно лежать. Кто-то хранит такие перцы на полу на лоджии. Чуть позже мы тоже будем снимать перцы недозревшие. И будет их немало. В этой ситуации я возьму просто ящик. И каждый слой буду оборачивать бумагой. И слой за слоем буду выкладывать эти перцы в ящик. А вы знаете, что на сайте Семена Партнер появилась уникальная новинка. Это мелкоплодный перец Фьюджи. Он предназначен для домашнего выращивания. И не только. Если вы хотите выращивать урожай на подоконнике, самое время заняться посевами. Не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Нажимайте на колокольчик. Еще больше полезной информации вы найдете, подписавшись на Семена Партнер в Instagram.